ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 ДОСТИЖЕНИЕ Я ВАМ НЕ СЫР НУЖНО ПРОЙТИ ПО КАНАЛИЗАЦИИ НЕ БУДУЧИ УКУШЕННЫМ КРЫСОЙ ПО ОПИСАНИЮ ТОЖЕ ВСЕ ПОНЯТНО ПОСЛЕ ТОГО КАК ВЫ ПРОШЛИ СВИНЕЙ НА УРОВНЕ БУДЕТ МОМЕНТ, ГДЕ НА ВАС ПОБЕГУТ КРЫСЫ И НУЖНО ПРОЙТИ МЕМО НИХ ТАК, ЧТОБЫ НИ ОДНА ИЗ НИХ К ВАМ НЕ ПРИЦЕПИЛАСЬ БЕГАЮТ ОНИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО СПРАВА НАЛЕВО И КАЖДАЯ ТОЛЬКО ПО ОДНОЙ ЛИНИИ Так что рекомендую держаться левого верхнего угла, чтобы было больше шансов вовремя заметить грызуна и увернуться от него Держите врагов перед собой, чтобы они принимали удар на себя, и не давайте им вас опрокинуть Делается это еще проще, чем звучит Уверен, вы сможете с этим справиться даже с первого раза После прохождения всей главы вы можете заново запустить уровень, чтобы на этот раз получить достижение Крысиный Король Тут нужно совершить абсолютно обратное, а именно дать вцепиться в себя одновременно пяти крысам Лучше всего здесь будет сразу расправиться с первыми врагами, а потом просто собирать на себя крыс Выбирайте тех, что медленнее, и не используйте рывки, а не то вы их всех сбросите Попытки не ограничены, так что трофей, опять же, не сложный Достижение Боженька Можно получить на любом уровне Но получать мы его будем именно на первом, так как, конечно же, первые уровни всегда считаются самыми простыми Дается оно за прохождение главы без получения повреждений Звучит сложно, делается без преувеличений еще сложнее Однако в этой главе, как таковой, противников довольно мало, и со всеми легко справиться Если вы проходите ее не в первый раз, а с первого раза вы вряд ли получите этот трофей То вы наверняка уже знаете, где и какие враги встречаются Используйте это А также не забывайте про подкаты и удары в прыжке Эти приемы способны облегчить любую драку в этой игре Серьезно Самый большой трудный составляет момент с крысами и битва с боссом Если о крысах я уже рассказал, то для босса существует вот такая тактика Как только битва начнется, он сразу же побежит на вас Нужно побежать ему навстречу и вовремя использовать рывок Рывки и подвижность играют очень большую роль Так что, как показала лично моя практика, Наташа опять же идеально подходит Но это уже дело вкуса и стиля игры Каждый раз, когда он на вас бежит, нужно уворачиваться от него таким способом Потом, как только он начнет вкалывать себе некра У вас появится время для того, чтобы атаковать его И как только он закончит, нужно отбежать на безопасное расстояние и снова уворачиваться И так по кругу Ходячих трупов можно опрокидывать подкатами, чтобы они не особо мешались Тратить на них время совсем не нужно Также шприцы, которые босс оставляет после себя Можно подбирать и использовать как оружие Но это помешает, если вы хотите получить как можно больше достижений за один уровень Голыми руками Также можно получить на любой главе Нужно всего лишь не брать в руки никакого оружия Оно выполняется уже намного проще, так что не обязательно его получать именно на первом уровне Но все же, первый уровень самый легкий для такого рода трофеев Таким образом, всего за первую главу можно уже получить целых 4 достижения Даже 5, если потом заново пройти ее на крысиного короля Но не спешим двигаться дальше по сюжету А заходим на первую арену лагерь Здесь без особых проблем можно получить достижения, связанные с комбо И опять же, поскольку атаки Наташи самые слабые, но самые быстрые Счетчик комбо будет выполняться быстрее, чем у других бойцов Старайтесь бить только руками, чтобы провести как можно больше ударов по одному врагу Самое трудное, это переждать паузу между волнами так, чтобы счетчик комбо не обнулился Для этого я лично спамил подкатами в края карты, откуда враги и появляются Таким образом и удар засчитывается, и противника становится проще достать По такой тактике комбо в 100 ударов можно получить уже на второй волне В 200 на 4 и в 500 на 6 Примерно Если все это время вы не прервали комбо, то все 3 достижения зачтутся после обнуления счетчика Здесь же на арене легко скопить перед собой от 6 и больше противников И швырнуть одного из них в толпу так, чтобы он повалил на землю еще пятерых За это и дается достижение Страйк На самом деле, каждую из этих ачивок, возможно кроме Терминатора, несложно получить и при прохождении сюжетной кампании Но вы же понимаете, мне просто нужно было как-то отдельно их выделить Ведь я не могу сказать точно, на каком уровне вы их получите А теперь можем возвращаться к основной игре На втором уровне Тюрьма выполняются достижения Ангел-Хранитель и Уж Ангел-Хранитель, на мой взгляд, это одно из самых трудных достижений, которые есть в игре Нужно сопроводить заключенного до выхода так, чтобы он не получил повреждений Мешать нам в этом будет очень много чего Во-первых, прогуны, которые без того доставляют много проблем Во-вторых, большое количество врагов В-третьих, то, что эта тварь иногда противников будто магнитом тянет Если вы хоть на секундочку отвлечетесь, он уже умудрится схлопотать Однако есть кое-что, о чем все постоянно почему-то забывают Но что очень сильно помогает, особенно в получении этой ачивки Режим бертерка Да, если пользоваться некра в тех местах, где обычно появляется больше всего врагов Или ближе к концу коридора, где враги становятся уже посерьезнее То вы будете приятно удивлены Вы расправитесь со всеми быстрее, чем ваш напарник мог бы на кого-нибудь нарваться Контролируйте пространство и не давайте заключенному подойти близко к краям экрана Подбирайте оружие и выкачивайте некра из врагов Удачи! И да, возможно это как раз не то достижение, которое стоит проходить за Наташу Но, как видите, и она справилась В конце главы на боссфайте можно получить достижение УЖ Победить начальника тюрьмы, не получив повреждений от снайпера На легком уровне сложности оно вообще не представляет никакой проблемы Патроны в магазине не кончаются и все, что вам нужно сделать, это расстрелять босса как можно быстрее Прицел снайпера двигается очень медленно, так что достаточно просто в нужный момент уйти с одного края карты на другой А со всеми своими подручными боссы сам неплохо так справляется Вуаля! Второй уровень и плюс еще две ачивки А на третьей главе обязательное достижение только одно – на острие И получить его можно на битве с боссом Достаточно всего лишь за весь бой не попасться на лезвие комбайна Держитесь правой стороны, контрите скинхедов, кидая их на лезвие или в самого босса Бейте толстикобитами или силовыми ударами Эти приемы способны оттолкнуть его на комбайн На легком уровне сложности для победы так нужно сделать всего три раза И чем быстрее вы это сделаете, тем легче для вас будет ачивка Но одно достижение за уровень это как-то слабовато не находите Можно же еще и от начала до конца главы не употреблять некра За это дадут ачивку Я чист Тут нет никаких хитростей, ее можно получить на любом уровне Главное не пользоваться лечением и берсерком Даже если вы умрете и начнете с контрольной точки с полным запасом здоровья На достижении это не отразится Только не колитесь Глава четвертая Пойдем по порядку В моменте, где мы входим в вагон и слышим по рации сообщение диспетчера Можно получить достижение радиомолчания Для этого нужно не дать контролерам заполучить рацию и вызвать подмогу Проще всего здесь, конечно же, взять рацию самому и не выпускать ее из рук По большому счету это действительно все, что вам нужно делать Если кто-то из контролеров вдруг сумеет ее отобрать У вас будет совсем немного времени, чтобы успеть сбить его с ног и вернуть устройство себе Второй попытки у вас не будет, так что если не получилось, перезапускайте уровень Далее уже на крыше поезда можно выполнить достижение Война никогда не меняется Для этого нужно не получать повреждений от гранат, которыми будут закидывать с соседнего поезда Можно действовать более аккуратно и просто уходить подальше от того места, куда она приземлится А можно в наглую подбирать их с пола и использовать уже в свое благо Взрывается снаряд ровно через 3 секунды, так что смотрите на что у вас больше хватит времени Учащенное мигание вам на подсознательном уровне все подскажет И третье достижение для этого уровня разблокируется на последней локации По путям не бегать, победить босса не будучи сбитым поездом С самого начала этой сцены поочередно по одному из двух путей будут приезжать поезда По какому именно вы сразу поймете по характерному дрожанию Никаких сложностей с этой ачивкой возникнуть не должно Разве что кто-то из противников сумеет сбить вас с ног ровно в тот момент, как над вами начнет приезжать поезд Так что берите инициативу в свои руки и сбивайте их с ног первыми На самом босс фейте атакуйте в первую очередь снайперш Так как они единственные представляют для вас большую опасность Когда станет поспокойнее, можете начинать кидать в босса световые гранаты Когда он стоит на путях, по которому собирается проехать поезд На легком уровне сложности трех поездов будет достаточно для победы Достижение снайпер Его предоставляется возможным открыть именно на уровне клуб Так как здесь, в моменте на БДСМ арене Я не знаю, как это еще назвать Специально для нас уже лежит пистолет Строго соблюдайте ровную линию перед противником и стреляйте по одному патрону, чтобы не ошибиться 7 точных выстрелов из этого пистолета и достижение ваше И вот вам для справочки немного об игровой механике Дело в том, что когда оружие падает на землю, именно падает, то у него теряется запас прочности А значит, из него можно уже сделать меньше выстрелов, чем задумывалось Поэтому для снайпера подходит только нетронутое оружие, которое до этого на уровнях не встречалось Если дружественный огонь не был включен, хотя зачем, то достижение добрый хозяин вы, скорее всего, получите даже не специально Для него нужно, чтобы с момента встречи и до момента расставания сучка не была убита В драку она особо не лезет, так что угроз для нее практически нет Это легкое достижение А на босс файте открывается достижение на крючке Нужно победить мясника, ни разу не попавшись ему на крюк В основном он использует его тогда, когда ваш герой не находится к нему слишком близко Так что можно строить тактику на этом А вообще, как только вы увидели, что он замахивается крюком, сразу делайте рывок вверх или вниз Атаковать гада нужно, когда он повален на землю Это можно сделать с помощью силовых ударов, апперкотов или кидая в него сучек и свиней А еще лайфхак, ребята, если вы возьмете с предыдущей локации какое-нибудь оружие, то битва будет просто супер легкой После победы, достижение ваше На главе революция можно открыть два достижения Король дорог, пересечь проспект, не будучи сбитым мотоциклистами Очень простая ачивка, особенно если понять, как она работает Всего байкеров четверо на легком уровне сложности Каждый из них будет появляться на нижней линии и ехать справа налево В этот момент их можно подкараулить и сбить ударом в прыжке Обязательно сделайте это, так вы максимально упростите себе задачу Любой из упущенных мотоциклистов будет возвращаться и ехать уже с другой стороны Ориентируйтесь по звуку мотора и свету фар Зачистка Убить 40 мятежных полицейских на главной площади В моменте, где на нас двигается стена из щитоносцев и кидается газом и гранатами Нужно подбирать гранаты и кидать в них обратно Единственное, что могу посоветовать Кидайте их полицейским под ноги Чтобы они сделали пару шагов и подорвались всей группой Граната, брошенная точно в щитовика, отскочит и может никого не задеть Если к моменту, где появляется дымовая завеса, вы еще не получили достижения То перезапустите уровень с последней контрольной точки Счетчик убийств не обнулится и уже со второго раза вы должны получить ачивку Седьмой уровень и достижение гладиатор Пройти испытания на арене меньше, чем за 5 минут Речь идет именно об арене, на которой мы сражаемся в этой главе Нет, ну а мало ли кто-то мог подумать, что нужно пережить 10 волн в режиме арена меньше, чем за 5 минут Лично я до последнего так и думал, неважно Отчет времени начнется, как только погаснет свет и откроются ворота На первом испытании нас ждет только один враг, с которым нужно быстренько расправиться На втором противников уже побольше и у многих даже огнестрельное оружие Важно как можно быстрее завладеть таковым и косить нетругов уже с его помощью Дальше на нас выпускает ходячих трупов и дают железную балку 2 плюс 2, нетрудно А вот последнее испытание это босс-файт На нем неопытный игрок и потратит больше всего времени Медведица сбивает с ног любой своей атакой Еще и собаки постоянно напрыгивают Оббить ее в спину в рукопашную очень долго и опасно Так что вот вам, народ, дельный совет На парковке в начале уровня разложены 3 дробовика Возьмите один с собой на арену, аккуратно положите его на землю И не пользуйтесь им вплоть до того, пока на вас не натравят Машу 5-6 выстрелов в спину будет достаточно, чтобы повалить этого зверя Главное старайтесь использовать рывки, чтобы вернуться от атак медведицы И не ронять оружие, чтобы не терялась его прочность На легком уровне сложности, да еще и с таким лайфхаком Ачивка становится очень простой Но вам все равно не помешает настроить себя мысленно на то, чтобы делать все немного в темпе Таким образом 5 минут становится более чем достаточно И да, вероятно Иван для этого достижения подходит больше Последняя глава сюжетного режима и целых 6 достижений Однако не все сразу Пока мы играем на легком уровне сложности, можно выполнить ачивки Избранный, Укурок и У меня есть мечта Для избранного нужно в моменте, где через окна нас атакует вертолет Не получить от него повреждений Удобнее всего заманивать вертолет на центральный сектор и забрасывать врагов под катами и бросками с обоих концов карты под его выстрелы Запаситесь терпением и не стойте на месте, врагов будет много И вот он финал Первый Достижение у меня есть мечта Пройти игру с хорошей концовкой Для этого нужно на битве с боссом Некро ни разу не употребить наркотик Некро На легком уровне сложности это в самом деле нетрудно За весь бой нам предстоит пройти несколько стадий И вот некоторые тактики для каждой из них Вначале начнут сужаться стены Или как их еще назвать Прикосновение к ним наносит урон Появятся фантомы со шприцами И единственный способ пройти эту стадию Закидать стены достаточным количеством шприцов Чтобы не терять времени на драке Пребросайте этих фантомов в те же стены Так они умрут сразу же Используйте для этого подкаты Либо обычные броски Так вы сможете значительно сэкономить свое здоровье И пройти первый этап достаточно быстро Дальше с потолка в рандомную точку на карте Начнут бить непонятные руки Или как их еще назвать Старайтесь не попадаться под них И просто наносите дамаг Когда на вас полезут шприцы пауки Используйте рывки, чтобы увернуться Возможно, тогда они даже напрыгнут на эту самую руку И повредят ее Не самая сложная стадия Зато потом начинается схватка уже с самим Некро Атаковать его можно только после того Как он перестает стрелять шприцами И отбрасывать всех от себя В промежутках между этим он может прыгать В таком случае нужно успеть прыгнуть Или использовать рывок до него Чтобы урон не нанесся Он может бить по одной линии Тогда нужно просто сменить линию А также может появляться из ниоткуда И просто ударять Тут нужно очень умело воспользоваться рывком На фантомов рекомендую не отвлекаться вообще Потому что поскольку в битве вы постоянно в движении Они вряд ли вам сильно помешают А еще есть небольшое наблюдение лично от меня Когда вы начнете атаковать Некро Займите позицию так, чтобы урон по глюкам тоже проходил И вот когда они начнут отлетать Это нанесет боссу еще немного повреждений Пользуйтесь на здоровье Затем Некро меняет свою форму И раздваивается Тут все то же самое Только нужно быть уже вдвое внимательнее После победы и отходника Получаем достижение за хорошую концовку И за прохождение на легком уровне сложности Поздравляю Но дальше начинается настоящая жесть Нарк, Торчок И сомневаюсь, что на этих сложностях Вы будете проходить битву без употребления Некро Так что еще и печальный конец Уже ни для кого не секрет А если вдруг да, то вот рассказываю Что ачивки по уровням сложности Даются не за полное прохождение игры А именно за прохождение последней главы Бак или фичи решайте сами Однако попотеть все равно придется Если вы сначала проходите на более высокой сложности То достижения за сложности пониже даются автоматически Так что после того, как мы все выжили из легко Можем сразу двигать на хардкор Уровни сложности отличаются количеством врагов Их живучестью и поведением в бою В принципе, перед тем, как начинать проходить на хардкоре Вы, конечно, можете выбрать норму Чтобы немножко подготовиться Но я бы не сказал, что вам потом станет намного проще Допустим, до босс-файта с Некро Вы можете вытаскивать на своем скиле Понятым поведением противников Выработанные тактикой боя и все такое Но вот уже на самой битве Все мы одинаково ничтожны Но поскольку хорошую концовку мы уже получили Можно преспокойно пользоваться наркотиком Следуйте совету с предыдущего раза И постарайтесь сэкономить все три дозы До того момента, пока сам Некро К вам не спустится И самое главное Не забывайте о берсерке Не забывайте о берсерке Не забывайте о берсерке Блин, действительно, не забывайте о берсерке Если бы я за свое прохождение допешь делать это сразу А не тратить дозы только на лечение То оно бы точно не заняло полтора часа Поздравляю, теперь сюжет пройден И открыты все возможные на нем трофеи Осталось совсем немного Достижение «Истинный воин» Полностью пройти игру Звучит гордо Но и то это не самое последнее достижение Которое вы можете открыть Более того, для него не обязательно получать все остальные ачивки Непорядок Достаточно просто пройти всю сюжетную кампанию И все арены Гайд по аренам уже есть на канале Ссылка в описании Так что сейчас много говорить не буду Скажу только три вещи Иван Подкаты Удары в прыжке Это действительно самый простой выбор Для ненапряжного прохождения почти каждой арены И вот у нас остались только трофеи Которые нужно выполнять с друзьями Но в игре нет полноценного кооператива Играть с живыми людьми можно только с одного устройства Либо через Steam Remote Play Но тут еще геморрой А боты для получения этих ачивок слишком штупые Поэтому давайте я не буду вас крутить Мы же тут все друг друга прекрасно понимаем Вот вам вполне себе честная схема Как всего за пару нажатий кнопки получить достижение по-братски Всем пис И только не сегодня Выбираем любой уровень Включаем дружественный огонь Проходим его как обычно Но на боссфайте Когда до победы останется всего один удар Нажимаем несколько раз на кнопку старт Назначенную для второго игрока Вы можете предварительно зайти в настройки управления И привязать любую удобную клавишу А затем добиваем босса Поскольку не у всех боссов можно просчитать Сколько ударов им нужно для поражения Рекомендую выполнять на уровне поселения или поезд Та-дам Уровень пройден С напарником И никто даже не успел его ударить Все как и написано в условиях Кстати пока я выполнял эту ачивку для видео Обнаружил небольшой нюанс Уровень нужно проходить за один раз Если вы пока еще в одиночку погибнете То после призыва напарника и окончания уровня Вам зачтется только одно достижение Всем пис И напоследок Не играй с ножом Нож берете на первом уровне при переходе в канализацию Снова призывайте второго игрока И дальше думаю уже сами разберетесь Главное не запутайтесь в управлении сразу двумя персонажами Friendly Fire кстати на этот раз лучше отключить Субтитры сделал DimaTorzok Еще одна игра пройдена на 100% О боже Да и в самом деле Еще одна игра пополняет нашу копилку идеальных Я надеюсь этот гайд оказался хоть немножечко полезным для вас Я призываю всех и каждого поставить лайк под этим видео И подписаться на канал Пишите в комментариях Если какие-то достижения вызывают еще трудности И я с большим энтузиазмом всем помогу А на этом я заканчиваю Желаю вам стальных нервов Крепкого здоровья И удачной охоты Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok